Здравствуйте! Меня зовут Ирина Караваева. И я вам хочу представить самого великого спортсмена в прыжках на батуте в нашем виде спорта, первого олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, многократного победителя Кубка мира Александра Москаленко. Со своей стороны добрый день я хотел бы представить своего коллегу Ирину Караваеву. Я думаю, это в свое время была абсолютно новая волна и абсолютно новое веяние в мире батута. И этот ветер перемен стал, конечно же, первым олимпийским чемпионом в виде спорта и пятикратным чемпионом мира и многократным чемпионом Европы, победителем Кубка мира. Это Ирина Караваева. Это новая формация, новая регенерация батута, которая предстала и стала отправной точкой того развития батута, который мы видим сегодня. Для меня, ну, определенно в нашем виде спорта все знают, кто такой Александр Москаленко. Это легенда. И новая идея Международной Федерации гимнастики или вызвать на соревнования послов, ну, кто бы мог быть лучше. Потому что Александр Москаленко – это Александр Москаленко. Мы готовы в этом помогать. Мы вечные амбассадоры. Амбассадор forever. Фидбатут является, в принципе, моей жизнью. Я думаю, что ничего нет красивее летящего человека. Ничего нет красивее человека, который летит. И я хотел бы посоветовать людям прийти и посмотреть на это, и влюбиться в этот вид спорта. Хорошо, Саша, один вопрос. То, что сейчас батут стал популярен во многих странах, и мы можем видеть и китайских спортсменов, и японских спортсменов. Не страшно ли сейчас бою? Дело в том, что те комбинации, которые показывают ребята сегодня, они очень высокого качества, очень хорошие. Но вместе с тем все это умели делать и мы. И я думаю, что на этих батутах, в этих условиях сбросить немножко вес, и можно соревноваться. Тем более ты это уже умеешь. Один раз ты сбрасывал 24 килограмма, готовясь. Как раз-таки возвращаться и готовиться к Олимпиаде. Поэтому... А я вчера был, когда финал среди команд мужских, я находился недалеко возле батутов, и я почувствовал, как у меня начинают потеть ладошки. И я, в принципе, начал внутренне включаться в борьбу, и начал разминаться, и уже мыслим, в принципе, я участвовал в соревнованиях. Я думаю, что эти батуты еще, вот, они очень хорошо подходили под мою технику. И сегодня и сейчас этот батут выходит на уровень, отчасти, психологии. То есть сегодня, сегодняшний батут, он позволяет вытаскивать тяжелые комбинации. И кто сильнее сегодня будет психологически, тот будет побеждать. Ну, это, в принципе, был мой конек, поэтому я думаю, что я бы чуть-чуть... Поборолся бы. Поборолся бы. Я храню свои медали дома у моих родителей. У них есть специальная комната, и, как моя мама называет, это стена плача. То есть это не только мои медали, это также медали моих родителей. У меня у друзей сеть спортивных магазинов, и они сделали небольшой музей, в который попросили меня передать эти медали, и они хранятся там для того, чтобы люди могли видеть, смотреть на них. Это, знаешь, когда имеешь много детей, и сказать, кто из них лучше, кто из них сложнее, кто из них красивее, наверное, так невозможно сказать, потому что каждая медаль, она имеет свою ценность, и она по-своему интересна, по-своему цена, по-своему красива. Наверное, первая олимпийская медаль, она, конечно, по своей значимости, которая, в принципе, перевернула весь мой мир. Конечно, это золото Сиднея, безусловно, но самое сложное, может быть, была как раз-таки моя медаль серебряная в Афинах, потому что с ней связаны другие истории личного характера. И я, наверное, вспомнил бы, конечно, первую золотую медаль чемпионата мира в 1990 году в Эссене, в Германии, потому что она была завоевана в таких сложных условиях после компрессионного перелома 12-го грудного позвоночника, который... и вся подготовка была связана через боль, через страдания. Это была первая медаль чемпионата мира, и она была очень сложная именно физически. И я тоже ее не забуду никогда. Я согласна с Александром, то, что первая олимпийская медаль также перевернула мою жизнь, и также моя первая медаль с чемпионата мира 1994 года, когда я приехала четвертым номером статистом на тот чемпионат мира, и, наверное, в меня верили мои родители, мой тренер, наш тренер Виталий Федорович Дубко и Александр Москаленко. Я сказал. Три человека, которые в меня верили, потому что в прыжки на батуте я пришла в 15 лет, ну и никто не верил, кроме этих-то четверых человек. И, конечно, наверное, для себя могу выделить мою медаль «Фэрплей», потому что на самом деле мне было очень приятно. Это награда ЮНЕСКО, это награда Международного Волимпийского комитета. Я думаю, что мне было легче других верить в Ирину, потому что мы тренировались в одном зале, и я видел, на что она способна, я видел ее потенциал. И когда она еще была юной спортсменкой, еще не добившись побед, есть один очень сильный, великий, на мой взгляд, тренер, француз, Мишель О'Кет, которому я тогда сказал, Мишель, посмотри, это будущая звезда, вы скоро увидите это новая генерация, это новое веяние, которое вы увидите потом в батуте. Ира, как вы думаете, с учетом во всех ваших побед, что нужно молодому поколению для того, чтобы они смогли добиться тех высот, которых добились вы? Ну, я думаю, прежде всего, верить в себя, опять же, как ты сказал, доверять своему тренеру, потому что это очень важно, и, конечно, работать. Потому что, когда я пришла в батут, вы, Святой Федорович, что мне сказали? Терпение и труд все перепрыгают. Да, 10% таланта, 90% работы. И только так ты можешь стоять на пьедестале, и в честь тебя будет подниматься флаг твоей страны. Ищите, смотрите, где и когда проходят соревнования по прыжкам на батуте. Приходите, смотрите, болейте и радуйтесь. Смотрите наш вид спорта, вы получите прекрасные и удивительные ощущения. Болейте, мы вас ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok